всем привет вы на канале дома как дома меня зовут лилия и я проживаю в турции по многочисленным просьбам своих зрителей и подписчиков я решила вернуть старый формат видео в которых вначале я делаю небольшое вступление в них я рассказываю какие-нибудь интересные исторические факты о блюдах которые мы готовим или рассказываю какие-то секретики на которые стоит обратить внимание как и сегодня в нашем меню сегодня заявлено белая фасоль скажу вам честно что в наших широтах фасоль почему-то не заслуженно забыто как самостоятельное блюдо мы ее готовим очень редко как правило это или салаты или супы а вот как отдельное блюдо почему-то практически не готовим но я надеюсь когда вы узнаете этот рецепт то обязательно введете фасоль в свой рацион потому что это очень питательно сытно ну и конечно же полезно хотя опять же нужно знать некоторые детали чтобы фасоль не нанесла вам вред хочу вам сказать что наверное все знают что перед приготовлением фасоль нужно замачивать и это делается для того чтобы конечно же уменьшить время приготовления блюда но еще также чтобы вымыть олигосахариды которые содержатся фасоли это такой вид сахара который не переваривается человеческим организмом именно благодаря этому у нас возникает повышенное газообразование проблемы с пищеварением ну и все такие вот неприятные последствия поэтому обязательно замачивайте фасоль перед приготовлением я сделала это с вечера но если вы вечером забыли про ту фасоль или как-то спонтанно решили ее приготовить есть выход вы можете залить ее кипятком и на час оставить для набухания я все что хотела сказала рада встрече с вами погнали готовить чтобы вызвать у вас аппетит я решила сразу показать вам готовое блюдо я его немного притрусила острым перцем и подаю спиде которая тоже приготовила сама рецепт его есть у меня на канале можете посмотреть в плейлистах ну а для вашего удобства я оставлю ссылочку в описании на гарнир к фасоли подойдет рис или булгур перед вами продукты которые нам понадобятся и сейчас я покажу вам их поближе нам нужны будут косточки это могут быть ребрышки или просто кости вот как у меня даже собаки там делать будет нечего но благодаря им у нас получится очень вкусный наваристый бульон именно вот эта юшечка очень ценится в нашей фасоли также я возьму масло растительное сливочное томатную пасту и луковицу с помидорчиком если есть перчик можете также его прихватить у меня кстати перчик по моему есть и я сейчас его сюда добавлю нарезаем лук и помидоры крупными кубиками вот и перчик подоспел и теперь начинаем уже саму закладку блюда на дно кастрюли вываливаем наши кости ну смысле не наши а чита добавляем фасоль фасоль мы слили воду в которой она нас набухала промыли и отправляем кастрюлю добавляем две столовые ложки томатной пасты я взяла одну ложку перечной пасты потому что на мое мнение что она дает больше красивого цвета вливаем около 50 100 граммов растительного масла не переживайте и не бойтесь ничего вас жирная жирная не получится фасоль очень любит когда ее оболакивают жирочками сыпали наши нарезанные овощи лучок помидор перец по желанию также можно добавить и острый перец если вы любите поострее и нарезаем сливочное масло я всегда кладу его много где-то грамм 50 не меньше масло можно нарезать можно прям глыбой положить туда и все это заливаем водой желательно чтобы вода была на пару пальцев выше вашего основного продукта все ставим на огонь на два часа среди на среднем огне у нас будет кипеть фасоль и вот посмотрите по освещению двух часов какой у нас наваристый получается бульончик юшечка самом конце добавляем соль по вкусу обязательно пробуйте ну и вот эти косточки мы с вами уберем они нам абсолютно не нужны те которые с мясом могут оставаться допустим если вы готовите на ребрышке конечно это будет шикарно и так мое блюдо готово накрываем крышкой и можно сервировать если понравилось видео не забудь поставить лайк жду снова вас у себя в гости до новых встреч и пока